65 миллионов лет назад начался первый период Кайнозоя Палеогеновый период Этот период был достаточно огромен и делился на три эпохи Палеоцен, Эоцен и Олигоцен Палеоген ознаменовался тем, что стал своего рода возрождением животного и растительного мира после масштабного вымирания, которое уничтожило всех динозавров Выжившие млекопитающие стали основой животного мира Климат на Земле стал более континентальным На самых высоких горных пиках образовались ледяные шапки и вечные льды Увеличивается разнообразие цветковых растений и насекомых Костистые рыбы доминируют в мировых морях и океанах Появляются на свет примитивные китообразные Рождаются новые группы кораллов Заселяют дно океана новые виды морских ежей Монетообразные раковины-нумулиты становятся постоянными жителями бескрайних морей Большинство беспозвоночных палеогенового периода отличались от беспозвоночных, живущих в современных морях Палеогеновый период ознаменовался бурным расцветом млекопитающих Рождалась новая фауна нашей планеты Среди сумчатых млекопитающих были травоядные Животные напоминали современных кенгуру и сумчатых медведей Были и хищники Сумчатый волк и сумчатый тигр Много насекомоядных селилось вблизи водоемов Некоторые сумчатые приспосабливались к жизни на деревьях Сумчатые рождали недоразвитых детенышей Которых затем продолжительное время вынашивали в кожных сумках на животе Но примитивные сумчатые не прижились на земле как плацентарные млекопитающие Эти животные вымерли, не выдержав суровых климатических условий в разных точках планеты Только в Австралии, рано отделившиеся от других материков, эволюционный процесс как бы замер Вот тут царство сумчатых сохранилось до наших дней Палеогеновый период характеризуется неравномерным распределением фауны по материкам Топиры и титанотерии развились преимущественно в Америке Хоботные и хищные в Африке В Австралии продолжают жить сумчатые Таким образом, постепенно фауна каждого материка приобретает индивидуальный характер Появилось много беззубых птиц, характерных и для нашего времени Но наряду с ними жили огромные нелетающие и бегающие птицы, полностью вымершие в полиогене Это диатрима и фороракас Диатрима была 2 метра в высоту с длинным полуметровым клювом На сильных лапах у птицы имелось по 4 пальца с длинными когтями Жила диатрима в засушливых степях, питалась мелкими млекопитающими и присмыкающимися Фороракас достигал полтора метра в высоту Острый крючковатый полуметровый клюв был очень грозным оружием Поскольку у этой птицы были маленькие недоразвитые крылья, существо не могло летать Длинные сильные ноги фороракасов свидетельствуют о том, что птицы были прекрасными бегунами По мнению некоторых исследователей, родиной этих огромных птиц была Антарктида, покрытая в то время лесами и степями Каким был животный мир в Палеозое, который наступил сразу после вымирания и продлился 10 миллионов лет? Давайте рассмотрим В то время материки находились еще в движении Гондвана продолжала раскалываться на части Южная Америка оказалась теперь полностью отрезанной от остального мира и превратилась в своего рода плавучий ковчег На этом материке родилась уникальная фауна млекопитающих В Палеоцене появились первые джулииды Это были самые интересные улитки в природе Появились новые разновидности морских ежей и фароминиферов Меловых ихтиозавров, плезиозавров и других хищников того времени Заменили костные рыбы и самые разнообразные акулы Доминирующим звеном являлись лучеперые рыбы Среди них присутствуют уже почти современные окуни, селедки, сомики и щуки Акулы Палеоцена становятся все более похожи на современных Появились первые современные роды Леопардовая акула и ржавая акула-нянька Самой большой палеоценовой акулой являлся отодус, достигавший в длину 9 метров Другие палеоценовые акулы достигали всего 3 метров в длину Некоторые палеоонтологи предполагают, что в первый миллион лет палеоцена Кое-где еще встречаются единичные виды динозавров Например, критозавр Но даже если динозавры реально жили в начале палеоцена, длилось это недолго Вот три основные группы млекопитающих Однопроходные, сумчатые и плацентарные Первые зверообразные животные появились на Земле еще около 200 миллионов лет назад Но эти протозвери были не в состоянии соперничать с динозаврами И поэтому скрытно и терпеливо ожидали своего часа в течение 150 миллионов лет Млекопитающим начало кайнозоя можно было гордиться разнообразием видов Некоторые ранние млекопитающие оставались насекомоядными Первые землеройки и ежи поедали ползающих насекомых Оспаривая пищу у таких конкурентов, как лягушки и жабы Оставались ли в безопасности насекомые, которые летали? Такого тоже не произошло Некоторые млекопитающие поднялись в воздух И принялись охотиться за летающими насекомыми Представляющими собой неограниченные пищевые ресурсы Пищевых ниш, которые пустовали после гибели динозавров, оставалось очень много По этой причине часть ранних млекопитающих перешла к дневному образу жизни И изрядно разнообразила свой рацион Ранние млекопитающие эволюционировали во множество групп животных Самого различного облика и размеров Что позволяло этим животным заселять практически любую среду обитания Самыми маленькими, вероятно, по-прежнему оставались насекомоядные Более крупные животные стали активными охотниками или питались падалью Амблиподы были неуклюжими животными, которые поедали листья и прочую растительность Плоскостопные платоядные креодонты по размерам могли не превышать горностая Или наоборот могли быть больше самого огромного медведя Алатерии также доминировали среди млекопитающих в мезозое И являлись одними из самых разнообразных животных палеоцена Эти животные были маленькими в меловом периоде И стали намного крупнее в палеоцене Со времен палеоцена до наших дней дожили только три вида клоачных млекопитающих Это два вида ехиден и один вид утконосов Эти животные встречаются только в Австралии и на Новой Гвинеи Первые сумчатые обитали в Северной Америке около 100 миллионов лет назад Позже в оцене эти животные распространились по всем материкам За исключением Африки и Азии и через Антарктиду перебрались в Австралию Сумчатые более высокоорганизованные животные, чем клоачные Но несмотря на это сумчатые палеоцена были представлены исключительно опоссумами В палеоцене многие плацентарные млекопитающие оставались маленькими животными Чем-то похожими на своих меловых предков Но вскоре эти животные начали составлять серьезную конкуренцию сумчатым Способность поддерживать постоянную температуру тела Прогрессивный способ размножения и крупный головной мозг Позволили этим млекопитающим стать процветающей группой животных И постепенно установить свое господство на всей поверхности земного шара Лавразиотерии были очень разнообразными От 12 сантиметров до 2,5 метров в длину А весом от 60 грамм до 650 килограмм В эволюционной гонке палеоцена побеждали не те животные, которые лучше приспособились к своим экологическим нишам А те животные, которые первыми успели эти ниши занять Копытные хищники, а также когтистые и клыкастые козлы являлись обычным делом для палеоцена Второе место по численности родов занимал отряд мезонихий Это были предки современных парнокопытных, а также, что удивительно, китов Первые мезонихии были хищниками, но при этом имели копыта на лапах В этот отряд входил синоникс, который имел очень много мелких признаков, присутствующих у китообразных Самое интересное то, что таких признаков больше не было ни у одного животного Поэтому синоникс считается непосредственным предком китов Кандилартеры были предками парнокопытных, непарнокопытных, хоботных животных и даже китов К парнокопытным относятся современные свиньи, олени, антилопы и другие К непарнокопытным относятся лошади, топиры и носороги Некоторые кандилартеры преобразовали когти на пальцах в копыта Некоторые по-прежнему жили с когтями Когда вымерли последние зауроподы, местным землеройкам пришлось срочно расти и превращаться в козлов, коров и носорогов Карнивороморфы Это были предки современных хищных зверей, а также вивер В палеоцене это были мелкие хищники до 80 сантиметров в длину, типа хорьков и мангуст Многие из этих небольших животных жили на деревьях Появились большие носорогоподобные травоядные под названием диноцераты В палеогене зародился большой надотряд, называемый Эуархонтаглирес Эуархонтаглирес было общим названием для грызунов, приматов и шерстокрылов Животные были маленькими и всеядными, и многие жили на деревьях Эти существа разделились на два отряда, один из которых получил название приматы Завропсиды были ветвью четвероногих позвоночных, в которую входят пресмыкающиеся и птицы Самая большая группа этого класса называется крокодиломорфами Группа входила в современный отряд крокодилов, который составлял 13% всех родов Размеры палеоценовых крокодилов составляли до 4,5 метров Некоторые виды крокодилов обитали в воде, некоторые жили на суше А крокодилы-пристихампсусы умели бегать на двух ногах, как динозавры В палеоцене обитал циратозух Это был единственный известный науке крокодил с рогами Зачем циратозуху нужны были рога, науке неизвестно Другие 13% палеоценовых родов составляли птицы Это гуси, утки, пингвины, совы, журавли, фламинго, пеликаны, бакланы, буревестники, ржанки, казуары и пелагорнитиды Пелагорнитиды были похожи на современных альбатросов, но очень большие и с зубами в клюве Также в палеоцене обитала птица, похожая на современного журавля Это был пресбиорнис В то время жила нелетающая птица диатрима Диатрима была ростом до 2 метров и весом до 100 килограмм Стоит упомянуть Ваймана, который являлся предком всех пингвинов, и страуса Эму Этот род возник именно в палеоцене Чешуйчатые и пресмыкающиеся породили в палеоцене самую большую змею за всю историю Земли Это Титанобуа Длина змеи могла доходить до 15 метров В самом широком месте диаметр тела мог составлять 1 метр Вес Титанобуа мог достигать до 1135 килограмм Один из представителей чешуйчатых млекопитающих дожил до наших дней Это двуход кореневра Среди палеоценовых завропсид стоит еще упомянуть небольших водных рептилий Харистодер Похожих на крокодилов, но не являющихся родственниками После палеоцена наступил иоцен Это произошло 55 миллионов лет назад и продлилось 23 миллиона лет Период принес на Землю более высокую температуру Климат на Земле стал мягче и теплее Теплее, чем в мезозое К тому времени наша планета окончательно оправилась после последнего массового вымирания В результате которого исчезли все динозавры Разнообразие жизненных форм достигло мезозойских величин Это планктон Плавучая масса, состоящая из большого количества мелких водорослей и маленьких животных Планктон – неотъемлемая часть мировых океанов Эти водоросли обитали даже в самых укромных уголках иоценовых морей В океанских глубинах появились новые виды моллюсков Также появились ракообразные, вроде крабов и раков-отшельников Большинство моллюсков в эту эпоху представляли улитки В иоцене появилась чрезвычайно ядовитая морская улитка – конус Из головоногих моллюсков в иоценовых отложениях замечен лишь наутилус, живущий в наших морях и по сей день В мире иглокожих ничего существенного не произошло Появился плоский морской еж Иногда это существо называют песочным долларом Также в иоцене вымерла морская линия Пинта-Кринитис В иоценовых морях появилось множество костных рыб любых форм и размеров Озера и реки по всей планете поражали огромным разнообразием пресноводных рыб Также сильно возросло разнообразие лучеперых рыб Рыбы активно заполняли доступные экологические ниши Окунеобразные – это самый большой отряд иоценовых рыб В этот отряд входят высокотелые тропические акантуроиды длиной до 70 см Самый известный современный представитель акантуроидов – это рыба-хирург Также появились скумбревые, в том числе и современный род тунцовых Уже существуют барракуда, рыба-ангел и рыба-попугай Самый популярный вид рыб под названием сельдь или селедка Также появился в иоцене В этом же периоде природа дала начало жизни таким существам, как рыба-еж, угри, трескообразные, удильщики А также карпы, сомы, камбалы, лососи, скорпены и многие другие Известная тигровая акула была в доминирующем звене морских обитателей того времени Появилась глубоководная акула-гоблин, дожившая до наших дней без заметных изменений Также из современных родов появилась популярная рыба-пила Скаты в иоцене распространились не то чтобы широко, но перестали быть полувымирающей диковинкой В мире насекомых широко распространились муравьи В иоцене жили самые крупные муравьи в истории Земли Размер рабочих особей достигал в длину 3 сантиметров Размах крыльев самцов достигал 15 сантиметров Также в то время появляются современные пчелы В иоцене появилось много новых групп млекопитающих, развившихся из растительноядных животных палеоцена В самом начале иоцене жили маленькие пятипалые копытные канделяртры Эти быстроногие животные стали общими предками современных лошадей, коров, свиней, топиров, носорогов и оленей Корифодон и Уинтатерий Корифодон относился к подотряду пантодонтов Это был один из крупнейших млекопитающих, питавшихся листьями и плодами Корифодон вел полуводный образ жизни Это животное обитало в болотах, как и современный гиппопотам Однако оно не было родственником гиппопотама или другого современного млекопитающего Винтатерий был представителем отряда диноцерат, живших в иоценовом периоде Животное имело три пары рогоподобных выростов на голове Выросты были покрыты кожей, как рожки у жирафов Уинтатерий имел мощные верхние клыки для добывания земляных корней, глубоко засевших в земле Ноги животного были широкие, как у слона Среди мелких млекопитающих преобладали грызуны На деревьях обитали предки нынешних лемуров, долгопятов и полуобезьян галага В конце мелового периода место громадных морских рептилий заняли плотоядные акулы и отдельные виды хищных костных рыб Но некоторые наземные млекопитающие также вернулись в море, чтобы поучаствовать в разделе бывших владений ихтиозавров и плезиозавров Среди этих животных были млекопитающие, от которых впоследствии произошли киты Первые ископаемые киты были известны со времен Иоцена Эти водные млекопитающие развились из группы хищных копытных животных, которые вернулись обратно к водному образу жизни В то же самое время на суше появились первые предки хорошо знакомых всем животных Это кроты, верблюды, кролики и полевки А ближе к концу Иоцена появились первые кошки, собаки и медведи Иоцен – это время процветания многих новых семейств животных Семейство антрокотерий В это семейство входили животные, похожие на маленьких бегемотиков В результате эволюции в то время появились первые свинообразные По древним лесам нашей планеты разгуливали оленеобразные лептомериксы, длинохвостые диакодексисы и полугодный енотообразный индохиус Иоценовые мезонихии приспособились к поеданию не растительности, а рыбы К примеру, пакицетиды обитали в основном на суше, а кормились и на суше, и в воде Амбулоцетиды кормились почти исключительно в воде Это были своеобразные млекопитающие крокодилы длиной до 3 метров и весом до 300 килограмм Базилозавриды ушли по пути приспособления к водной среде дальше всех Базилозавры считаются первыми китами В отличие от современных китов, у этих животных была вторая, задняя пара плавников А у многих видов из плавников торчали пальцы Фактически это были не киты, а млекопитающие аналоги мезозойских мозозавров Первоначально базилозавридов считали морскими ящерами Это отразилось в названии животных Базилозавр достигал 21 метра в длину и был крупнейшим животным иоцена Другие базилозавриды не превосходили 5-6 метров в длину Эхолокацией предки китов еще не овладели Одним из крупнейших сухопутных хищников иоцена является эндрюсарх Достигавший 5 метров в длину и весивший около 1 тонны Животное обладало почти метровым черепом И вполне могло питаться даже самыми крупными травоядными животными Эндрюсархи были малоподвижными и вели всеядный образ жизни Типа современных медведей Бронтотерии – это были коренастые и толстокожие носорогоподобные существа Весом от 2 кг до 1 тонны Мелкие бронтотерии больше напоминали кабанчиков, чем носорогов Эогипусы – предки современных лошадей были небольшими животными Это лесные чащи, переходящие в болото Они были привычными местами обитания эогипусов Небольшие животные имели по 5 пальцев копыт на передних ногах И на задних по 3 пальца копыта У эогипусов была маленькая голова на короткой шее и имелось 44 зуба Эоценовые лошадки весили от 20 до 55 кг и бегали медленно В эоцене появляются предки носорогов Безрогие животные были невелики – всего до 2,5 метра в длину В конце эоцене от них произошли винтотерии Винтотерии имели по 3 пары рогов, кинжалообразные длинные клыки и очень маленький мозг Это титанотерии Жившие на лугах вблизи многочисленных рек и озер Титанотерии были величиной современных слонов Гиганты имели большие разветвленные рога Зубы титанотериев были небольшими Это говорит о том, что животные питались мягкой растительностью Также в эоцене появились топиры Самые большие эоценовые топиры весом до 300 кг относятся к современному роду топиров, который возник в эоцене и с тех пор практически не изменился Более мелкие эоценовые топиры быстро вымерли Хищные млекопитающие Самое большое семейство эоценовых хищных – это миоциды Это были куницеподобные зверьки весом около 2 кг Появились первые псаобразные Этот вид разделился на семейства псовых и медвежих Но тогда будущие медведи и собаки были похожи на вивер и енотов Первые кошкообразные не были семейством кошачьих Эти существа были только похожи на рыси и пантер Но походка у животных была как у медведей Также в эоцене появились первые гиены Карифодон и гиперкарифодон занимали экологическую нишу современного карликового бегемота Стеленодон весом 80 кг использовал свои страшные зубы, чтобы выкапывать из земли корнеплоды На деревьях обитали саблезубые белки – копидодоны Эти небольшие животные имели несоразмерно большие клыки, которые использовали или для самозащиты, или для разборок между самцами Небольшие, похожие на волков хищные криодонты, еще не имели настоящих хищных зубов В эоцене от них произошли настоящие хищники, имевшие настоящие опасные зубы В ходе эволюции от этих хищников развились все представители собачьих и кошачьих Это была бета-версия млекопитающих хищников Эти животные имели неудачную конструкцию нижней челюсти, из-за чего не могли обгладывать кости и питаться целебной травой Кроме того, мозг у этих существ был развит хуже, чем у настоящих хищников Вот примеры бета-версии следующих хищников 60-килограммовый гиенодон являлся криодонтовским аналогом современной гиены Патриофелис – это криодонтовский аналог леопарда Мачоэроидис – саблезубый кот размером с манула Саркастодон – крупнейший из эоценовых криодонтов Это животное достигало 700 килограммов, как современный большой медведь Крупнее саркастодона была разве что только Мегистатерия Мегистатерия – это крупнейшее хищное наземное млекопитающее всех времен Громадный криодонт весом почти одну тонну Голова иоценового хищника была вдвое больше головы современного медведя-гризли В иоцене появились первые летучие мыши Икара-никтерис был первой летучей мышью, очень похожей на современных летучих мышей С крыльями из участков кожи, туго натянутых на длинные тонкие пальцы Это насекомоядное животное охотилось по ночам, когда прочие воздушные хищники не летали из-за темноты Носорогоподобные диноцераты с клыками, как у кабанов, и странными роговыми выступами на морде В иоцене пытались достигнуть процветания, но неудачно К концу иоценового периода эти животные вымерли В иоцене появились первые ежи Это были весьма своеобразные зверьки Например, фалидоцеркус, помимо иголок, имел на голове чешую в виде костяного шлема А хвост был длинным и чешуйчатым, как у ящерицы Некоторые иоценовые ежи питались не насекомыми, а рыбой А один вид ежей питался только муравьями Несколько предков обезьян и лемуров жили на деревьях Эти животные питались плодами и насекомыми Древние обезьяны и лемуры имели длинные хвосты и конечности с хорошо развитыми пальцами, помогавшие лазить по деревьям Самым большим надотряде приматов был самый большой подотряд макроносых обезьян Это были небольшие древесные животные до 6 килограмм весом И все были похожи друг на друга Наши далекие предки, сухоносые обезьяны, утратили развитое обоняние и стали полагаться в основном на зрение В иоцене сухоносые обезьяны мало чем отличались от макроносых родственников Грызуны тоже стремились занять как можно больше экологических ниш и становились разнообразнее Крысы, белки, бобры и многие другие В иоценовом периоде появляются предки современных хоботных Это были животные величиной современного топира Бивни у этих существ были маленькими А хобот представлял собой удлиненную верхнюю губу От них произошли динатерии Нижняя челюсть которых под прямым углом опускалась книзу На конце челюстей были бивни Динатерии имели уже настоящие хоботы Животные жили во влажных лесах с буйной растительностью В конце иоцена появляются первые представители слонов Под названием палеомастодонты Также появляются первые представители зубастых и беззубых китов У палеомастодонта уже было две пары бивней На нижней и верхней челюстях Но хобота у этих животных еще не было Палеомастодонт был крупнейшим из иоценовых хоботных Вес животного достигал 2 тонны Другие виды были меньше Самые маленькие иоценовые хоботные Не превосходили 15 килограмм Иоценовые афротерии сирены Крупнейшей из иоценовых сирен был дюгонь Достигавший длины до 5 метров И весивший до 600 килограмм Эти животные дожили до наших дней практически не изменившись Арсинатерий Это африканский аналог носорога Арсинатерии имели по паре больших и малых рогов Длина тела достигала 3,5 метров Далекие потомки этих животных называются даманы Это небольшие копытные, живущие в наше время Южноамериканские копытные иоцене эволюционировали вяло и ничего интересного не породили В основном это были всеядные существа типа свиней и примерно такого же размера В иоцене появился странный зверь, которого назвали лептиктидий Это было животное вроде кенгуру с носом в их ухоле Хищник достигал 90 сантиметров в длину вместе с хвостом Жил еще в иоцене загадочный муравьед Евротамандуа длиной до 90 сантиметров Совершенно непонятно, из какого отряда было это животное К иоценовым млекопитающим также относятся опоссумы и утконосы, знакомые уже нам с полиоцена Сильно распространились пингвины Крупнейшие из этих птиц достигали роста почти в 2 метра и веса 100 килограмм Это были крупнейшие пингвины, проживавшие на земле Интересно, что у всех иоценовых пингвинов были длинные и острые клювы, как у цапель В надотряде галаансера, в который входят куры, утки и гуси Продолжили жить гуси-журавль Пресбиорнис и Диатрима Гасторнис Но до конца иоцены обе птицы вымерли Диатрима, быстроногий ужасный журавль, высотой почти 2 метра, обитала в Северной Америке У птицы был громадный клюв, похожий на клюв попугая И чудовищные когти, которыми Диатрима приканчивала и разрывала на части свою жертву По всей видимости, Диатрима была страшным врагом ранних предков лошадей И вполне вероятно, что эта птица легко могла съесть лошадь На морских побережьях в иоцене жили вполне современные бакланы и гагары Также в иоцене встречались огромные зубастые пеларгорнитиды с размахом крыльев до 6 метров Эти птицы с огромными крыльями заняли экологическую нишу гигантских птеродактилей мелового периода Появились первые стрижи, соколообразные, попугаи, цапли, фламинго и дятлы Были широко распространены совы Крокодиломорфы в иоцене сильно сократили численность На первом месте были широко распространены аллигаторы На втором месте гавиалы И на третьем месте крокодилы Размеры иоценовых крокодиломорф достигали до 6 метров Двуногий крокодил Престихампсус в иоцене вымер Среди чешуйчатых присмыкающихся в иоцене появляются первые ядовитые змеи И первые наземные черепахи Также продолжают существовать крокодилоподобные хористодеры Земноводные лягушки, тритоны и саламандры продолжали жить без каких-либо изменений В конце иоцена огромный океан Тетис стал превращаться в мелководное Средиземное море А литосферные плиты в Индии стали выталкивать наверх тибетско-гималайскую горную систему На Земле стало заметно холоднее В Антарктиде начал формироваться ледник Все это привело к умеренно большому вымиранию, которое и обозначает конец иоцена Впрочем, это вымирание можно назвать умеренно большим только по кайнозойским меркам По сравнению с вымиранием динозавров это была сущая ерунда А по меркам Кембрия это вообще никакое не вымирание, а нормальная повседневная жизнь Олигоцен был последней эпохой палеогена В это время на Земле установился более прохладный климат, чем в предыдущих эпохах палеоцена и эоцена Над Южным полюсом сформировался громадный ледниковый покров Для образования такого покрова природе потребовалось огромное количество морской воды Из-за таких изменений на планете уровень воды в мировых океанах начал стремительно падать И площадь суши значительно увеличилась Похолодание привело к тому, что тропические леса были вытеснены лесами, которые предпочитали более прохладный климат И степями, которые заняли огромные территории на планете Изменение климата оказало значительное влияние на экосистемы и биоразнообразие планеты В течение этого периода произошло несколько значительных изменений в климате Земли Во-первых, Индия переместилась ближе к экватору, что привело к увеличению количества осадков и повышению температуры Это привело к развитию тропических лесов и увеличению биоразнообразия в регионе Во-вторых, Австралия и Антарктида окончательно расстались, что привело к изменению циркуляции океана и изменению климата в обоих регионах В-третьих, Южная Америка стала изолированным островом, что позволило развиваться уникальным видом животных, таким как ленивцы и броненосцы Моллюски — это один из самых разнообразных классов животных на Земле, включающих в себя более 130 тысяч видов Эти существа живут практически во всех средах обитания — от морских глубин до пресных вод В Олигоцене около 34 миллионов лет назад моллюски продолжали эволюционировать и приспосабливаться к новым условиям Брюхоногие моллюски стали доминирующим родом Появились улитки Хеликс и Пьюпила Головоногие моллюски также продолжали развиваться, но количество этих существ уменьшилось Среди двухстворчатых моллюсков появилась Тередина Рыбы продолжали эволюционировать В Олигоцене доминирующим звеном оставались лучеперые рыбы Самый крупный отряд лучеперых — это окунеобразные Среди этого отряда появляется меч-рыба На втором месте — сомообразные и отряд опахообразных В этом периоде появились новые виды рыб Такие как кефаль, рыба-игла и корюшка Кроме того, появился Макрурус — глубоководная треска Скорпены и иглороты также эволюционировали и стали неотъемлемой частью мирового океана В Палеоцене появился Кархарадон Эта вымершая акула была одной из самых крупных представителей семейства Кархаренидий В настоящее время известны только ископаемые останки Однако по ним можно сделать вывод, что Кархарадоны были крупными хищниками, достигавшими 18 метров в длину Мегаладоны Эти гиганты были морскими хищными акулами Хищники жили в палеогеновом периоде и достигали размеров до 25 метров в длину и 30 тонн веса Мегаладоны охотились на крупных морских животных, таких как киты, дельфины и морские черепахи В период Олигоцена появилась гигантская акула Или акулобык И этот хищник дожил до наших дней Акулобык имеет массивное тело с коротким и широким рылом, которое используется для захвата добычи Эта акула может достигать длины до 6 метров и весом до 7 тонн Хищник питается рыбой, кальмарами и другими морскими животными Сциманадон – вид лучеперых рыб из семейства Скайлиоримидии – отряда акулообразных Распространены эти рыбы в Атлантическом и Индийском океанах Встречаются на глубине от 110 до 180 метров Максимальный зарегистрированный размер – 91 сантиметр Питаются мелкими рыбами, кальмарами, ракообразными и головоногими Размножаются яйцеживорождением Химипристисы – это лучеперые рыбы из отряда скутозавров Они обитают во всех тропических и субтропических регионах Мирового океана Встречаются как на глубине до 1000 метров, так и у поверхности Максимальный зарегистрированный размер составляет 2 метра Питаются эти акулы преимущественно рыбами Орликовый скат Мабула Относится к семейству орликовых скатов отряда хвостоколообразных Эти скаты обитают в тропических водах Индотихоокеанской области Максимальная зарегистрированная длина – 3 метра 100 сантиметров У этих скатов очень характерная форма тела и головы, которые могут быть ошибочно приняты за голову акулы Орликовые скаты имеют форму тела, которая позволяет им маскироваться среди коралловых рифов, но при этом эти животные достаточно крупные и обладают высокой скоростью плавания Размножение у них происходит путем яйцерождения Рацион этих скатов состоит в основном из мелких рыб, а также креветок и кальмаров Распространение степей на все более обширные районы суши привели к быстрому увеличению числа травоядных животных В эпоху олигоцена появились новые виды млекопитающих, в том числе носороги Кроме носорогов, в олигоцене появились первые настоящие свиньи и буйволы Наконец, в олигоцене появляются первые олени Появились животные с необычной пищеварительной системой, которая позволяла им эффективно переваривать растительную пищу Одним из таких животных был фитофаг, животное, которое питается исключительно растительной пищей Природа начала награждать животных так называемым жвачным желудком, которым можно было переварить исключительно растительную пищу В ту эпоху на Земле обитал древний верблюд Пебротерий, который и был одним из самых первых жвачных животных В конце олигоцена, около 25 миллионов лет назад, на Земле возникла новая группа растений Это были травы Уникальность этих растений в том, что в отличие от всех цветковых, новые листья растут у них не на верхушке стебля, а у основания В результате стоит пасущимся животным съесть старые листья, как на этом месте быстро вырастают новые Таким образом, к приходу следующего стада на полях уже созревает новый сытный обед Подобный процесс постоянного обновления пищевых ресурсов означает, что поросшие травой равнины способны прокормить большие стада травоядных животных Начиная с этого времени, эволюция породила великое разнообразие травоядных животных А поскольку на открытых равнинах травоядные оказались вполне легкой добычей, вслед за этими животными появилось и множество новых хищников К концу олигоцена на планете появились первые настоящие кошки и собаки В Южной Америке в олигоцене произошло бурное развитие млекопитающих В этот период появились новые виды, которые отличались от животных, обитавших в других частях света Одним из самых интересных фактов является то, что многие из этих животных имели необычные черты, которые помогали выживать в суровых условиях Южной Америки Например, некоторые из животных имели длинные хвосты, которые использовались для балансирования на деревьях, а также большие уши, которые помогали слышать звуки в лесу Древний пиротерий походил на раннего слона полухоботом и зубилообразными бивнями Атилака космил был крупным сумчатым животным, похожим на саблезубую кошку Животное обладало длинными кривыми клыками и мощными когтями В Древней Южной Америке появилось множество неполнозубых млекопитающих, таких как муравьеды, броненосцы и ленивцы Эти животные имели ряд уникальных особенностей, которые помогали существам выживать в джунглях Южной Америки Например, муравьеды имели длинный хобот, который использовался для поиска пищи, а броненосцы были покрыты толстой броней, которая защищала их от хищников Ленивцы же были медлительными и тяжелыми животными, которые проводили большую часть своего времени на деревьях Это ориодонты – семейство млекопитающих олигоцена Эти травоядные питались листьями и побегами деревьев Среди ориодонтов выделялось под семейство лептоухиниинов Оно включало в себя мелких животных, которые были похожи на карликовых осликов Эти животные имели короткие ноги и жили в пустынях Верблюдовые – это семейство мозоленогих, которые обитали в олигоцене Животные были похожи на современных верблюдов и имели длинную шею и горб Однако, в отличие от современных верблюдов, эти существа обитали не в пустынях, а в прериях и занимали экологическую нишу антилоп Вес верблюдовых составлял от 50 до 520 кг Семейство протоцерротиды – это попытка эволюции создать быстроходную антилопу на генетической основе верблюда Эти настоящие мутанты имели рога не только на голове, но и на морде, что делало этих существ похожими на носорогов Другим представителем иоценовых парнокопытных являются антрокотериды – это далекие предки современных бегемотов Антрокотерий был размером с нормального бегемота, то Ботриогенис и Эломерикс не превышали полутора метров в длину Окончательно сформировалось семейство энтелодонтов, которое отделилось от генеральной линии свиней еще в иоцене Эти совсем не симпатичные кабанчики достигали высоту более двух метров, а вес животных превосходил 400 кг Энтелодонты были хищниками и охотились на первобытных верблюдов, а также на небольших носорогов В олигоцене было большое разнообразие небольших животных, которых мы редко упоминаем. Парнокопытные гипертрагулиды – эти маленькие зверьки не более 9 кг обитали в джунглях и питались овощами и фруктами. Нельзя не упомянуть странное существо по имени Лептамерикс – это было небольшое оленевидное жвачное животное с очень стройным телом. При переходе от Эоцена к олигоцену древние киты вымерли, а те, кто остался, окончательно утратили задние конечности и разделились на два современных подотряда – зубатых и усатых китов. Зубатые киты в Эоцене были невелики – до 2,5 метра в длину, и уже почти не отличались от современных дельфинов. Первым китообразным, освоившим эхолокацию в позднем олигоцене являлся кентриадон. Кентриадон жил в позднем олигоцене около 25 миллионов лет назад. Этот небольшой представитель был первым китообразным, который освоил эхолокацию, что позволило животному лучше ориентироваться в воде и избегать хищников. Усатые киты были крупнее зубатых китов в олигоцене, но отличались от первым только мелкими деталями анатомии и питания. Вместо китового уса у усатых китов были нормальные зубы, а их пропитание состояло из рыбы. Эхолокацию древние усатые киты еще не освоили. Семейство собачьих, зародившееся в Эоцене, в олигоцене стало процветающим. Геспирационы – это были небольшие, до 36 килограмм весом быстроногие хищники типа лисиц и шакалов. Еще существовали барофаги, которые были еще меньше – всего до 2 килограммов весом. Самым большим семейством были амфиционы или медведи-собаки, которые были крупными и коренастыми животными. Они имели мощные челюсти и острые зубы, что позволяло им охотиться на крупную добычу, такую как олени и мамонты. Цинодиктисы были самыми маленькими представителями надсемейства арктоидов и жили в норах. Хищники охотились на мелких грызунов и землероек, используя свои острые зубы и когти. В олигоцене среди арктоидных медведей появился первый вид, который был больше похож на кошку, чем на медведя. Это был Урсавус гидлей. Это связано с тем, что в то время происходили значительные изменения в окружающей среде, и некоторые виды животных приспосабливались к новым условиям. Урсавус гидлей был одним из таких видов, который стал более ловким и быстроходным, чтобы лучше адаптироваться к новой среде. Кроме того, его внешний вид мог быть связан с тем, что он жил в лесах, где было много деревьев и густой растительности, которые могли создавать тень и маскировать его от хищников. В это время в эпоху олигоцена от генеральной линии собакообразных, которая представляла собой группу млекопитающих, произошли две новые группы животных. Это куньи и ластоногие. Куньи, в частности, были наиболее продвинутыми эволюционно и стали предками многих современных куньих, таких как норки, соболи и харьки. Ластоногие же, в свою очередь, представляют собой группу животных, включающую в себя уток, гусей, чаек и других водоплавающих птиц, которые произошли от общего предка с собаками. 28 миллионов лет назад появились первые настоящие кошки, которые были мелкими древесными хищниками. Первые кошки жили в лесах и питались мелкими животными. Манул и рысь являются прямыми потомками этих хищников. Теперь мы расскажем о олигоценовых непарнокопытных. Среди всех немногочисленных непарнокопытных стоит рассказать о самом выдающемся животном. Это был индрикотерий, другое название животного парацеротерий. Это была мегалошадь длиной в 8 метров и высотой 5,5 в холке. А это почти полтора слона и весом до 20 тонн. А это целых 4 слона. Это было крупнейшее из всех когда-либо существовавших наземных млекопитающих. Фактически, это был млекопитающий аналог брахиозавра юрского периода. Но этому животному жилось намного легче, чем брахиозавру. Просто не было таких хищников, которые бы мешали жить индрикотерию. Индрикотерии питались мягкой растительной пищей. Когда климат сделался засушливым, эти гиганты вымерли от недостатка пищи. В Северной Америке постепенно эволюционировали настоящие лошади. Это были потомки орогипусов. Мезогипусы. Лошади были невелики, всего до 55 килограмм. У животных было по три пальца на каждой ноге, средние из которых были крупнее и длиннее боковых. Это позволило древним лошадям быстро бегать по твердой почве. Небольшие мягкие копытца эогипусов, приспособленных к мягким болотистым почвам, превращаются в настоящее копыта. Мезогипусы уже были величиной современного волка. Животные большими табунами населяли олигоценовые степи. Мозг мезогипусов уже был примерно такой же, как у современных лошадей. После мезогипусов появились мерегипусы. Эти лошади были величиной сосла. Мерегипусы имели цемент на зубах. А некоторые носороги в олигоцене начали отращивать рога на морде. В олигоцене проживало еще одно интересное животное – халикотерий. Это была неудачная копия мелового терезинозавра на другой генетической базе. Эти звери пригибали длинными руками древесные ветви и объедали листву. Копыта на руках и ногах у халикотериев превратились обратно в когти. Бронтопс являлся последним из бронтотериев, а метаминодон был непарнокопытным аналогом бегемота. Появился современный топир, ничуть не изменившийся с тех времен. Брахипосидерос – олигоценовая летучая мышь, которая была очень похожа на современных. В то время встречались многочисленные насекомоядные, в частности, доисторические ежи. Доживали свой век последние цимолесты. Численность и разнообразие приматов в олигоцене заметно сократились. Это происходило из-за того, что становилось меньше джунглей. Некоторые обезьяны приучились не бегать по веткам на четвереньках, а висеть под ветками на руках. Эти приматы постепенно становились человекообразными. Это были маленькие обезьянки весом до 7 килограмм. Существа имели мозг, которого было не больше, чем у других олигоценовых обезьян. Появились первые зайцеобразные – пищухи. В густых лесах жил первый настоящий заяц под названием палеолагус. Палеолагусы еще не умели прыгать и скакать, а прятались от хищников в норах, как сурки. Плацентарные млекопитающие – афротерии. Самый большой отряд афротерий – это хоботные. Многие представители хоботных наконец-то стали похожи на современных слонов. Эритрей – почти нормальный слон размером с корову. Баритерий имел размеры с индийского слона, но эволюционировал в направлении бегемотов. Бивни и хобот баритерия укоротились почти до полной неразличимости. Появился знаменитый род мастодонтов. Второй большой отряд олигоценовых афротериев – это ныне вымершие дисмастилы. Животные были немного похожи на растительноядных морских котиков. Также к олигоценовым афротериям относятся доманы, сирены и носорогоподобные арсенотерии. Пиротерии и остропотерии представляли собой нечто вроде небольших бегемотов. Пачирукос был южноамериканским аналогом кролика. Ринхипус являлся южноамериканским аналогом пони. Краматерия была животным, похожим на недоделанного жирафа. Стоит обратить внимание на олигоценовых неполнозубых животных. Это были ленивцы и броненосцы. Особое место в эволюционной цепи занимали сумчатые. Самый большой отряд олигоценовых сумчатых – это представители двухрезцовых. В современном мире в этот отряд входят кенгуру и вомбаты. В олигоцене двухрезцовых представлял небольшой кенгуруподобный хищник Экалтадета. Также вершину пищевой олигоценовой цепи представлял сумчатый лев. Это был один из крупнейших сумчатых хищников всех времен. Сумчатый лев достигал 160 килограмм. Интересной особенностью животного были сильные и ловкие передние конечности с противостоящими большими пальцами. Видимо, сумчатый лев хватал добычу не зубами, а руками. В олигоцене сформировалось современное семейство хищных сумчатых. Первые представители этого периода были невелики, типа лисиц и маленьких собачек. Также в олигоцене появились первые бандикуты. Это были крупные сумчатые крысы, прыгающие как кенгуру. Однопроходные млекопитающие по-прежнему представлены только утконосами. Ехидны еще не появились. Завропсиды олигоцена. Пелогарнитиды – огромные зубастые альбатросы с размахом крыльев до 6 метров. Фороракасы – нелетающие хищные птицы, занявшие в Южной Америке пустующую нишу крупного хищника. Представитель фороракасов парафизорнис достигал 2 метров в высоту и весил до 110 килограмм. Но большинство других представителей фороракасов имели гораздо меньшие размеры. Например, псилоптерус весил всего лишь 7 килограмм. В отряде аистообразных появился первый современный род. Это была ночная цапля. Фламингообразные мало отличались от их современных представителей. Пингвины были крупнее, чем сейчас – до полутора метров в высоту и весили до 90 килограмм. Древние пингвины имели длинные и тонкие клювы, как у цапель. Также в олигоцене появился первый современный род ястребов, конюки и первые калибри. Некоторые олигоценовые крокодилы, например, пятиметровая австралийская квинкана не прятались в водоемах, а бодро бегали по суше. Гавиалазух был крупнейшим из олигоценовых крокодилов, достигая в длину почти 10 метров. Большинство олигоценовых черепах уже были похожи на современных. Но австралийская миолания напоминала бронированную рогатую зверюгу с длинным окостеневшим хвостом, схожую с мезозойскими анкилозаврами. Среди чешуйчатых присмыкающихся олигоцена можно упомянуть нескольких. Это большая змея юрлунгур, которая достигала 6 метров в длину, и ящерица-веретеница пелтозавр. Продолжались существовать водные ящерицы Чористадера. Земноводные олигоцена были все те же — лягушки, саламандры, тритоны и червяки. В конце олигоцена на Земле внезапно произошло глобальное потепление. Настолько, что антарктический ледник почти растаял. В этом выпуске вы услышите общий рассказ о неогеновом периоде, который состоял из двух эпох — миоценовая и плеоценовая эпохи. О каждой эпохе подробно мы расскажем в следующих выпусках. Итак, что собой представлял неогеновый период, который начался 23 миллиона лет назад и закончился 2 миллиона лет назад. Климат неогенового периода был довольно теплым и влажным, однако несколько более прохладным по сравнению с климатом палеогенового периода. Кораллы на юге Европы образуют рифы. Сильно распространилась фауна в соленых водах. Соленые воды образовали небольшие моря, которые часто возникали на материках. Такие моря были непригодны для жизни кораллов, морских ежей и морских звезд. Зато в этих местах было полно разнообразных рыб и моллюсков. Рыбы уже совершенно не отличаются от современных. Похожим на современный становится и сухопутный органический мир. Примитивных криодонтов вытесняют медведи, гиены, куницы, собаки, барсуки. Будучи более подвижными и имея более сложную организацию, эти животные приспособились к разнообразным условиям жизни, перехватывали добычу у криодонтов и сумчатых хищников, а иногда и питались этими примитивными охотниками. Одним из самых доминирующих хищников являлся саблезубый тигр. Этот зверь был одним из крупнейших и наиболее опасных хищников своего времени. Саблезубые тигры были известны своей огромной силой и скоростью, а также своими острыми зубами и когтями. Огромные хищные кошки были способны охотиться на крупных животных, таких как мамонты, бизоны и носороги. Саблезубые тигры были королями своего времени, они были идеальными машинами для убийств. Саблезубые кошки существовали в одно время с другими крупными кошачьими – львами, тиграми, пумами. Но проиграли им конкуренцию, несмотря на свои фантастические навыки по охоте и убийству. Выглядит не очень логично с точки зрения эволюции. В чем же дело? Саблезубые кошки имели длинные изогнутые клыки до 20 см в длину. Клыки использовались для того, чтобы колоть и удерживать свою добычу, которую они затем душили или ломали шею, используя свои мощные челюстные мышцы. Смертельный укус тигры наносили особым способом. В отличие от современных кошек, которые кусают своими резцами и клыками, саблезубые кошки использовали свою нижнюю челюсть в качестве рычага, чтобы широко открывать рот, а затем быстро закрывать его, используя верхние клыки для нанесения смертельного укуса своей добычи. Огромные саблевидные клыки позволяли хищникам пронзать крупную добычу, но мешали при попытке убить мелких и средних животных. Изменение климата, глобальное похолодание привело к тому, что стала исчезать крупная травоядная фауна. При этом сперва исчез ее традиционный корм – высокая сочная трава. Невысокая трава стала еще одной причиной, ослабившей саблезубых. Ведь их стало легче заметить. Саблезубые кошки могли атаковать в непосредственной близости от жертвы. Их короткие лапы и хвосты не позволяли быстро бегать на короткие дистанции, как это получается у современных кошек. У потомков палеогеновых миргипусов и гиппорионов были уже такие зубы, как у современной лошади. Небольшие боковые копыта новых лошадей не касались земли. Копыта на средних пальцах делались все более крупными и широкими. Копыта хорошо удерживали животных на твердой почве, давали возможность разрывать снег, чтобы извлечь корм, а также защищаться от хищников. В Олигоцене лошади начали развиваться в Северной Америке и в Европе. Однако в Европе древние лошади вымерли в начале периода, не оставив потомков. Вероятнее всего эти животные были истреблены многочисленными хищниками. В Америке же древние лошади продолжали развиваться. Впоследствии они дали настоящих лошадей, которые через Берингов-Перешеек проникли в Европу и Азию. В Америке лошади вымерли еще в начале плейстоцена, а крупные табуны современных мустангов, свободно пасущихся в американских прериях, являются далекими потомками лошадей, привезенных испанскими колонизаторами. Таким образом произошел своеобразный обмен лошадьми между Новым Светом и Старым Светом. Динатерии – это огромные слоны, по сравнению с которыми даже нынешние африканские слоны – лилипуты. Судите сами, высота достигала 3 метров, вес – 14 тонн. По размерам динатерии уступали только индрикотериям. Они являются вторыми по размеру млекопитающими. В отличие от нормальных слонов, у динатериев бивни были загнуты вниз. Ученые считают, что так гигантам было проще соскребать кору с деревьев, которая была для этих животных любимым лакомством. Также этими бивнями можно сгибать ветки и выкорчевывать корни. В Южной Америке обитали гигантские ленивцы. Мегатерии – до 8 метров в длину. Становясь на задние лапы, мегатерии объедали листья деревьев. Эти гиганты имели толстый хвост и низкий череп с небольшим мозгом. Передние лапы были намного короче задних. Будучи неповоротливыми, они становились легкой добычей для хищников и поэтому полностью вымерли, не оставив потомков. В средствах массовой информации любят вспоминать динозавров, а потом как будто раз и появился человек. Но между исчезновением динозавров и появлением людей расстояние в 64 миллиона лет разницы. Что же происходило на планете за эти годы? А происходила эволюция удивительных зверей, о которых мы благополучно забыли. Неоген – это период, который является частью так называемого кайнозоя. Кайнозой – это современная эра, когда появился человек и которая длится до сих пор. В этот период фауна млекопитающих максимально приближается к нашим дням. Древние отряды животных вымирают и появляются те, что дожили до наших дней. Растительный мир также меняется. Тропических лесов становится меньше, а им на смену приходят лиственные леса. Давайте посмотрим, кто господствовал в природе в тот период. Никто из них не дожил до наших дней. Медведи-собака или амфицион. Персонаж, больше напоминающий какого-то героя фэнтези. Но эти животные реально существовали и господствовали на Земле много миллионов лет. Медведи-собака – самый крупный хищник неогена. Амфиционы, по сути, это первые крупные млекопитающие хищники. Их вес 500 килограмм, а длина 2,5 метра. Для сравнения, средний тигр весит 220 килограмм. Индрикотерии – самые крупные наземные млекопитающие в истории планеты. Их высота могла достигать до 5 метров. И это не длина. Самые крупные индрикотерии весили 17 тонн. Гигантские птицы. Огромные птицы. Это яркая особенность неогена. Аргентавис. Это самая большая летающая птица за всю историю Земли. Весила такая птичка 70 килограмм. Размах крыльев 7 метров. В два раза больше современного альбатроса. Средняя скорость полета Аргентависа составляла 65 километров в час. Но особенно много в период неогена было крупных нелетающих птиц. Как вы, наверное, обратили внимание, в неогене млекопитающие и птицы были крупнее современных животных. Пожалуй, это связано со своеобразным райским климатом и флорой. Было тепло. Везде было редколесье с высокими травами и речными долинами. Это было максимально похоже на современные саванны в Африке. Пища была в избытке. А вот в конце неогена пришло похолодание. На смену саваннам пришли тундра и лесотундра. И все эти крупные млекопитающие сошли с дистанции, проиграв эволюционную борьбу более мелким, смелым и приспособленным видам. Изменение климатических условий привело к образованию обширных степей, что благоприятствовало развитию копытных. От маленьких безрогих оленей, живших на болотистой почве, произошли многочисленные парнокопытные. Антилопы, козлы, бизоны, бараны, газели, чьи прочные копыта были хорошо приспособлены к быстрому бегу в степях. Когда парнокопытных развелось такое количество, что начала ощущаться нехватка пищи, часть животных освоила новые места обитания. Это скалы, лесостепи и пустыни. Отживших в Африке жирафообразных безгорбых верблюдов произошли настоящие верблюды, заселившие пустыни и полупустыни Европы и Азии. Горб с питательными веществами позволял верблюдам длительное время обходиться без воды и пищи. Леса заселяли настоящие олени, из которых одни виды встречаются и в наши дни, а другие, например, мегалоцерасы, которые были в полтора раза крупнее обычных оленей, полностью вымерли. Как и многие другие вымершие животные, мегалоцерасы не имеют прямого влияния на современную жизнь. Однако их существование свидетельствует о том, что в прошлом на Земле обитали необычные и интересные существа. Самые большие самцы весили почти 700 килограммов, примерно столько же, сколько самцы лосей на Аляске. И эти олени-гиганты обладали самыми большими рогами в мире. Некоторые могли достигать 3,5 метров в длину и весить почти 40 килограмм. У самок рога были короче, на 10-15%. Эти рога, как и у современных лосей и оленей, росли и опадали в зависимости от времени года. Тогда этот гигантизм был главным образом мотивирован половым отбором. В лесостепных зонах обитали жирафы. Вблизи озер и болот бегемоты, свиньи и топиры. В густых кустарниковых зарослях жили носороги и муравьеды. Среди хоботных появляются мастодонты с прямыми длинными клыками и настоящие слоны. Гамфотерий жил в Северной Америке. Появился в раннем миоцене. Этот предок слона жил 13,5 миллионов лет назад. И этот вид просуществовал почти 10 миллионов лет. Позже гамфотерий мигрировал в Азию, Европу и Африку. Благодаря падению уровня моря, останки гамфотерия обнаружены в Южной Америке, Европе и Азии. На деревьях живут лемуры, обезьяны и человекообразные обезьяны. Некоторые лемуры перешли к наземному образу жизни. Передвигались животные на задних ногах. Достигали полтора метра в высоту. Питались главным образом плодами и насекомыми. Динорнис Динорнис Жившая в Новой Зеландии гигантская птица Динорнис достигала 3,5 метров в высоту. Голова и крылья у Динорниса были маленькими. Клюв недоразвитым. Птица передвигалась по земле на длинных сильных ногах. Дожил этот Динорнис до четвертичного периода и, очевидно, был истреблен человеком. В неогеновом периоде появляются дельфины, тюлени и моржи. Это виды, которые живут и сейчас. В начале неогенового периода в Европе и Азии было много хищных животных. Собаки, саблезубые тигры и гиены. Среди травоядных преобладали мастодонты, олени и однороги и носороги. В Северной Америке хищные были представлены собаками и саблезубыми тиграми, а травоядные – титанотериями, лошадьми и оленями. Южная Америка была несколько изолирована от Северной. Представителями ее фауны были сумчатые, мегатерии, ленивцы, броненосцы и широконосые обезьяны. В Верхнем миоценовом периоде между Северной Америкой и Евразией происходит обмен фауны. Много животных переселилось с материка на материк. В Северную Америку заселяют мастодонты, носороги и разнообразные хищники. А в Европу и Азию переселяются лошади. С началом неогена в Азии, Африке и Европе расселяются безрогие носороги, мастодонты, антилопы, газели, свиньи, топиры, жирафы, саблезубые тигры и медведи. Однако во второй половине плеоцена климат на Земле стал прохладным, и такие животные, как мастодонты, топиры и жирафы, переселяются на юг, и на их месте появляются быки, бизоны, олени и медведи. В плеоцене связь между Америкой и Азией прервалась. Одновременно возобновилась связь между Северной и Южной Америкой. Североамериканская фауна переселилась в Южную и постепенно вытеснила старую фауну. Из местной фауны остались лишь броненосцы, ленивцы и муравьеды. Распространились медведи, ламы, свиньи, олени, собачьи и кошачьи. Австралия же была изолирована от других материков. Следовательно, значительных изменений в фауне там не произошло. В миоцене происходили крайне интересные события. Климат менялся настолько быстро, что животным приходилось буквально сидеть на чемоданах. Оно и понятно, большинство животных предпочитало теплые места обитания. Когда на определенной территории наступали холода, миграция теплолюбивых животных становилась особенно интенсивной. Обитатели миоцена совершали путешествия и вторгались в земли с умеренно теплым климатом. И местным животным приходилось сталкиваться с непрошенными гостями. Происходили постоянные стычки за реальное место под солнцем. Бывшим хозяинам приходилось покидать место обитания и искать себе новый дом. Некоторые животные шли на те территории, с которых к ним приходили захватчики. Получался своеобразный обмен животными. Такая масштабная миграция повлияла на серьезную и быструю эволюцию многих групп млекопитающих в миоцене. В конце раннего миоцена впервые после длительного периода взаимной изоляции происходил значительный обмен между Африкой и Евразией. Главным эффектом этого обмена было изменение африканской фауны. В ее составе появились кошачьи, собачьи, куни, носороги, халикотерии и свиньи. Вероятно, в это же время из Африки на индийский субконтинент эмигрировали хоботные. Первые мастодонты вселились в Европу и в Северную Азию в раннем миоцене. В это же время в Евразию и Северной Америке эмигрировали анхитерии. Наиболее значительным событием в истории ранних миоценовых грызунов Европы была эмиграция азиатских хомяков, которые уже не отличались по виду от современных потомков. В миоцене в Африку из Евразии проникли первые полорогии и жирафовые. Миоцен – это время вымирания креодонтов. Однако в Азии в среднем миоцене еще присутствуют два рода. Самый крупный представитель – провиверит дисапсалепс, размером с современного шакала. И очень крупный представитель гиеннодон хайнэльдур, который был размером с тигра. Интересно отметить, что эти оба рода общие для Азии и Африки, а гиеннодон хайнэльдур присутствует еще и в Европе. Это подтверждает обмен фауны креодонтов между Азией и Африкой через Европу в Олигоцене. Вымиранию креодонтов, вероятно, способствовали этологические особенности группы. Следствием этого является повышение контроля за спонтанной активностью и агрессией. Этот крупный хищник был менее агрессивным, чем современные крупные представители отряда хищных корневора. Через Малую Азию, Ближний Восток и Северную Аравию до Афганистана и Китая образовался экологический коридор. Так назвали ученые необычный процесс миграции животных. Через этот коридор проходили основные обмены животными между Евразией и Африкой. Происходит самая бурная эволюция самых разных групп. Ежи, землеройки, кроты, пищухи, белки, тушканчики, хомяки и многочисленные подвиды. Также гиперэволюция не прошла стороной различные виды приматов, носорогов, жвачных, оботных, куньих, собачьих, гиеновых, кошачьих и других животных. Меоцен по праву можно считать эпохой великого разнообразия видов животных, формирование которых одна из ведущих ролей принадлежала территории Азии. Распространение степей и постепенное исчезновение лесов в миоцене сильно повлияли на рост численности популяции травоядных млекопитающих. Меньше деревьев – меньше энергии, которая так необходима любому животному. Представьте себе на минуту обычное дерево. Большую часть своей энергии оно расходует на создание для себя опоры. С этой целью у него развивается специальный твердый ствол и множество ветвей. В умеренном климате животные за год могут употребить в пищу лишь очень незначительную часть съедобного вещества, вырабатываемого деревом. На листопадных деревьях листья вообще растут всего 6 месяцев в году, а плоды и семена, за исключением орехов, появляются только на несколько недель. Значит, леса умеренного пояса могут за год прокормить лишь ограниченное число животных. Резкое увеличение количества травы на суше в миоценовую эпоху означало, по сути, возникновение принципиально нового источника пищи. Однако поначалу травоядным млекопитающим было непросто воспользоваться ресурсами этой бездонной кладовой. Некоторые виды животных даже вымерли, поскольку не смогли приспособиться к травяному рациону. Млекопитающим, зубы которых были рассчитаны на пережевывание мягкой листвы, оказалось нелегко перейти на такой жесткий и волокнистый корм, как трава. Для таких животных травяная диета означала постоянное усиленное жевание. Их зубы быстро изнашивались, создавая им серьезнейшие проблемы. Ведь млекопитающие не обладают неограниченным запасом зубов, а беззубые челюсти означают для них неминуемую голодную смерть. Несмотря на все это, в миоцене млекопитающие стали гораздо многочисленнее и разнообразнее. Возникло множество травяных видов животных. К этому времени жвачный желудок превратился в идеальный механизм для переваривания травы. В результате в миоцене произошел своего рода взрыв, породивший новые виды травоядных, способных жевать жвачку. Жвачные животные могут набивать себе животы громадным количеством пищи, переварить которую можно и позднее. При этом, если на жвачное животное нападет хищник, оно может удрать от него, унося с собой запас корма на несколько дней вперед. Оказавшись в безопасности, животное может без лишней спешки заняться перевариванием съеденного. В ходе этой своеобразной жвачной революции резко возросла численность предков нынешних антилоп, буйволов, оленей, жирафов и овец. Когда Антарктида и Австралия разделились, образовалось новое океаническое течение, которое охватило весь мир. Известное как антарктическое циркумполярное течение, оно вызвало изменение глобального климата и массовый подъем глубоководных питательных веществ. В то же время леса водорослей начали распространяться по всему океану. Океаны были настроены на быстрое увеличение биоразнообразия, и среди этого взрыва жизни оказались и морские млекопитающие. В первую очередь это были усатые киты. Эти киты появились примерно 34 миллиона лет назад. Но это был первый раз, когда появилось множество новых видов. В Меоцене насчитывалось более 20 различных родов усатых китов, по сравнению с сегодняшними – шестью. Это также был первый раз, когда киты стали увеличиваться в размерах, причем некоторые виды достигали длины более 10 метров. Один балайноптера, Сибалдина, возможно, даже соперничал по размерам с современным синим китом, хотя ученые еще не пришли к окончательному выводу. Зубатых китов в то время также стало намного больше. Одна линия даже стала высшими хищниками океанов, наряду с акулами, так называемыми макро-рапториальные кашелоты. Существовало много видов, и все эти кашелоты были приспособлены для охоты на других морских млекопитающих, а не на мелкую добычу, такую как рыба, кальмары или планктон. Зубы были огромными, конической формы, а челюсти могли открываться очень широко. Челюстные мышцы, очевидно, были очень сильными, что придавало еще большую силу укуса. Самым крупным из всех этих гиперплатоядных кашелотов был левиафан Мелвила, возможно, самый крупный из когда-либо существовавших активных хищников. Левиафан мог достигать 17,5 метров в длину. Каждый из его зубов был длиной 30 сантиметров. Это самые большие зубы, не считая бивней, у когда-либо существовавших животных. Будучи таким массивным животным, древний кашелот, вероятно, мог охотиться практически на всех, включая других китов. Главным конкурентом левиафана, вероятно, был мегалодон. Невероятно разрекламированная в современной масс-культуре акула сопоставимого размера. Гигантские акулы процветали в миоцене по тем же причинам, что и морские млекопитающие. А мегалодон был самым крупным из них. Другой миоценовый кашелот, гораздо меньший по размеру и менее известный, это рапицет. Он обладал очень длинной тонкой челюстью-клювом, наполненный рядами крошечных зубов, приспособленных для быстрого захвата рыбы. По сути, хищник был похож на кашелота, пытающегося стать речным дельфином. Но раз разговор пошел о дельфинах, некоторые из них тоже решили попасть в кагурту сверхбольших животных. Среди сквалодонов были разные виды, некоторые размером с современную косатку, но гораздо более зубастые. Первоначально, когда сквалодоны были обнаружены, этих хищников ошибочно приняли за динозавров. А свое название они получили из-за акулообразных зубов. В то время было много семейств зубатых китов, которые к настоящему времени вымерли. Среди которых были интицитиды. Пожалуй, самыми странными миоценовыми китообразными были адобиноцетопсиды с хрупкими крокодильями-мордами. Один род в этой группе, адобиноцетопсы, имел причудливую пару асимметричных бивней, торчащих назад из широкой морды. Возможно, это могли быть органы чувств, поскольку эти бивни, вероятно, были слишком хрупкими для реального боя. У адобоцетопса были мощные мышцы губ, но ничего похожее на зубы, кроме бивней. Это указывает на то, что они питались, всасывая корм, собирая моллюсков с морского дна, как морж. И это только китообразные. В течение миоцена эволюция ластоногих, тюленей и их родственников ускорилась. В начале эпохи большинство из них были полуводными существами, похожими на выдор, а к концу они уже напоминали современные виды. Одним из этих ранних примитивных родственников ластоногих был колпанумас. Он был сложен как медведь и первоначально был отнесен к родственникам енотов, но оказалось, что на самом деле это предшественник тюленей. Его огромные шейные мышцы и крепкие коренные зубы указывают на то, что он был специализированным поедателем моллюсков с прочным панцирем и тому подобной еды, поэтому был очень похож на гигантскую морскую выдру. По мере развития ластоногие становились все более похожими на своих сегодняшних потомков. Развилось новое семейство диосмотофацидов, родственное современным моржам и морским львам. Самый крупный вид, Алладесм, был огромным животным длиной около 2,5 метров. Что действительно интересно в Алладесме, если посмотреть на поперечные сечения его зубов, можно увидеть своеобразные ягодичные кольца через равные промежутки. Предположительно, это связано с тем, что самцы оставались на пляже во время брачного сезона, чтобы защитить свой гарем самок. В течение этого времени они не выходили в море в поисках пищи, поэтому их зубы совсем не стачивались. В конце концов появились известные нам сегодня группы ластоногих – одобениды – моржи, отореиды – ушастые тюлени и фокиды – настоящие тюлени. Особенно разнообразным в то время было семейство моржей. В нем насчитывалось по крайней мере 18 видов, в отличие от одного сегодня. Самым большим из них был Пантолис магнус. При предполагаемом весе до 4 тонн этот зверь был размером с азиатского слона и является одним из крупнейших хищников, когда-либо существовавших. Для большего устрашения у него было 4 бивня вместо 2. Другой род – пелогиарктас – имел похожее телосложение, но не был таким крупным. Еще один очаровательный – нанодобин – самый маленький известный представитель семейства моржовых. Около полутора метров в длину, и у него даже не было бивней. Затем пришли отореиды, представленные сегодня морскими львами и морскими котиками. Они не были такими разнообразными, как адобениды в миоцене, но среди них были некоторые очень интересные виды. Например, Таласа-Леон был огромного размера с современного моржа. Как ни странно, Таласа-Леон буквально переводится как «морской лев», хотя это был морской котик. Считается, что это прямой предок северного морского котика древнего вида, который возник в последующем геологическом периоде Плеоцене и существует до сих пор. Наконец, появились настоящие тюлени из семейства фокидовых. Они отличаются от других ластоногих отсутствием наружных ушей. Одним из интересных родов был припуса. Это, возможно, самая маленькая из когда-либо существовавших морских млекопитающих, длина которого составляла около 60 сантиметров. Существовало довольно много видов. Один – на территории нынешних Нидерландов и несколько – в Центральной и Восточной Европе. В то время последний регион был дном огромного внутреннего моря Паратетиса, последними остатками которого сегодня являются Черное и Каспийское моря. Второй род – Гадрокир. Более крупный и не такой безобидный. Обнаруженный на Тихоокеанском побережье Южной Америки, он был родственен современным антарктическим тюленям, таким как морской леопард. Достигал около 2,5 метров в длину, а челюсти имели крепкие зубы, идеально подходящими для пережевывания твердой пищи. Возможно, он грыз раковины моллюсков или даже кости. Таласа кнус – ленивец, был идеально приспособлен к полуводному образу жизни. С плотными костями и длинным, как у бобра, хвостом, а также крепкими челюстями для поедания морской травы. Однако на суше он был неуклюжим, поскольку обладал слабыми шейными мышцами. Большую часть своего времени он проводил, опустив голову на морское дно. Также у него были хрупкие ноги. Подобно бегемотам, он, вероятно, пасться на мелководье. Современные трехпалые ленивцы довольно тесно связаны с таласа кнусом и тоже удивительно хорошо плавают. Наконец, пару слов следует сказать о выдрах. Как и любая другая группа животных в миоцене, эти ребята тоже внезапно выросли огромными. Самым крупным представителем семейства куньих в истории была миоценовая выдра энхидридон, вес которой, по оценкам, достигал ошеломляющих 200 кг. Этот зверь был размером со льва. И он технически не был морским лепепитающим, так как обитал в пресноводных озерах и болотах Эфиопии. Его крупные сокрушительные зубы указывают на то, что питался он большим количеством твердой пищи. Возможно, черепахами, крокодилами, панцирными самами, двустворчатыми моллюсками и тому подобное. При этом он, возможно, охотился и на наземных животных. Его близкий родственник – энхидритериум. Энхидритериум также вырос очень крупным. Его можно было встретить на территории, которая впоследствии станет Мексикой и югом Соединенных Штатов. В водноболотных угодьях Китая и Таиланда обитал Сиамагал. Его вес оценивается примерно в 50 кг, что сопоставимо с весом взрослого волка. Самое замечательное во всех представленных животных, что это лишь малая часть того, что делают эпоху миоцена уникальной, ведь в это же время у нас появилось множество гигантских акул и пингвинов. Первые пастбища, мегафауна на суше, огромное количество мегаживотных в бассейне Амазонки и по всей Южной Америке, в которых доминировали рептилии, а не млекопитающие. В Северной Америке обитали антилопообразные вилороги. Причудливые рога этих животных росли прямо на кончике носа. На протяжении миоцены лошади продолжали увеличиваться в размерах. Мерегипус по величине сравнялся с нынешним пони. Средний палец на каждой ноге был непропорционально большим по сравнению с таким же пальцем у его предшественников. И можно сказать, что Мерегипус всю свою жизнь ходил на цыпочках. Точнее, не ходил, а очень быстро бегал. Многочисленные бугорки на коренных зубах помогали ему пережевывать жесткую траву. Прежде лошади были лесными жителями и питались нежной и сочной листвой. Однако, к началу миоцена, они приспособились к жизни на открытых равнинах. Слоны стали куда более похожи на их современных представителей. Мастодонт. Ученые называют это животное еще одним именем. Плати-белодон или лопатобивневый. Животное могло прокладывать себе дорогу сквозь заросли, подобно тяжелому бульдозеру. Из нижней челюсти торчали широкие лопатообразные клыки, которыми животное выкапывало из почвы разные растения. Дейнотерий был намного крупнее мастодонта. Изогнутыми клыками нижней челюсти он, возможно, поддевал съедобные коренья, как большими вилами. Мы можем получить некоторое представление о миоценовой экосистеме, если обратимся к ее современному аналогу – восточно-африканским саваннам. Травянистая равнина обеспечивает разными видами корма разнообразных животных. В саваннах Восточной Африки зебры объедают грубые верхушки трав, а антилопы гну – их поросшие листьями центральные части. Газели же отыскивают богатые протеином семена и побеги у самой земли. Бородавочники часто опускаются на колени, чтобы дотянуться до самой короткой травы или выкопать из земли съедобные луковицы и клубни. Есть в саваннах и травоядные, которые находят корм выше уровня самых высоких трав. К примеру, черный носорог питается древесной корой, тонкими ветками и листвой. А вот слон ест и траву, и листья деревьев, зачастую поглощая за день до 250 кг растительности. Ну, а жирафу рост позволяет избегать какой бы то ни было конкуренции, поскольку этот зверь может обрывать веточки и листву на высоте 6 метров от земли. Таким образом, различные виды растительноядных животных не претендуют на пищевые ресурсы друг друга, и корма здесь хватает на всех. Возможно, так же было и во времена миоцена. Различные виды существовали за счет различных частей экосистемы. В тот же период появились и другие новоселы. В начале миоцена ряды птиц пополнились новыми видами попугаев, пеликанов, голубей и дятлов. Чуть позже к ним присоединились первые вороны и соколы. Бурно эволюционировали такие новые млекопитающие, как мыши, крысы, морские свинки и дикообразы. Появилась и странная группа лошадеобразных животных – холикотерии. Холикотерии большими когтями, напоминающие копыта, выкапывали себе съедобные корения. Отныне животные могли свободно перемещаться из Африки в Европу или Азию и обратно. Вскоре возникло своего рода двустороннее движение, при котором слоны мигрировали из Африки в Евразию и Северную Америку. А кошки, буйволы, жирафы и свиньи путешествовали в обратном направлении. Первые приматы были маленькими зверьками, похожими на землероек. Приматы появились на Земле около 65 миллионов лет назад. Эволюция продолжила работу в этом направлении. И к середине олигоцена сформировались две основные группы приматов. Обезьяны Нового Света в Южной Америке и обезьяны Старого Света в Африке и Азии. Вскоре от африканской ветви произошла еще одна группа обезьян, ставшая родоначальницей человекообразных обезьян и в конечном итоге человека. Мозг человекообразных обезьян крупнее, чем у прочих их сородичей. Кроме того, у приматов нет хвоста, а длинные и сильные руки отлично приспособлены для лазания по деревьям и перепрыгивания с ветки на ветку. В руки ученых попали ископаемые останки небольшой человекообразной обезьяны, которую назвали эгиптопитеком и египетской обезьяной. Эта обезьяна обитала в Африке в олигоценовую эпоху около 27 миллионов лет назад. Никто не может с уверенностью утверждать, что именно эгиптопитек был родоначальником современных человекообразных обезьян. Но это вовсе не исключено. Вскоре после начала миоцена, около 24 миллионов лет назад, появилась и другая более высокоразвитая человекообразная обезьяна – дриопитек, похожий на нынешних шимпанзе. Эти животные быстро перебрались со своей африканской родины через сухопутные мосты в Европу и Азию. По всей видимости, дриопитек ходил на двух ногах. Однако бегал и лазил по деревьям при помощи всех четырех конечностей. Возможно, примат даже переносил в руках пищу. Итак, история человечества должна была вот-вот начаться. Эта саванна 5 миллионов лет назад. Древняя саванна почти не отличается от современной. Когда-то на ее месте были раскинуты густые безграничные леса и непроходимые джунгли. Теперь из-за изменения климата эти огромные территории занимают четверть древней планеты. Саванну уже нельзя назвать мертвой пустыней. Здесь также бурно кипит жизнь, как и в лесной чаще, в горной местности или на подводных рифах Мирового океана. Плеоценовая эпоха. Время глобальных перемен в мире флоры и фауны. Мир продолжает меняться, не останавливаясь ни на секунду. Плеоцен. Плеоцен является заключительной эпохой неогенового периода. Это было время резкого похолодания нашей планеты. Богатый животный мир понес существенные потери. Многие виды животных, которые массово населяли Землю, исчезали в короткие промежутки времени. По одной из версий ученых, в этом сыграло похолодание. Другие полагают, что обострившаяся межвидовая конкуренция вызвала вымирание многих древних животных. Это овцебык. Уникальное животное родом из ледникового периода, пережившее мамонтов на 7000 лет. Овцебык рад похолоданию. Толстая шерсть и неприхотливость в еде создают этому животному полный комфорт. Овцебыки – самые грозные млекопитающие не только в Плеоцене. Эти животные дожили до наших дней и живут до сих пор в четырех национальных парках-заповедниках. Из самого названия следует, что овцебык сочетает в себе признаки быка и овцы. Могучие, невероятно твердые рога, наследие быков. А вот короткий хвост, который скрыт в густом мехе, достался животному от баранов. И хотя внешне овцебык более схож с быком, ближайшим родственником его является горный баран. Шерсть овцебыка густая и длинная, местами может достигать одного метра. Шерсть покрывает животное полностью, за исключением носа, губ, рогов и копыт. Масса тела овцебыка может достигать от 300 до 650 килограмм. Этот вид находится под защитой государств-обладателей. Среди полорогих американских мигрантов в фауне Северной Азии были овцебык и соергелия. Соергелия – это было крупное животное с вытянутой мордой. Оно напоминало современную дикую козу. Рога были короткие и на концах округлыми. Питалось животное древесно-кустарниковой растительностью. На общем фоне относительно плавной эволюции млекопитающих плеоцена выделяются два события, имевшие принципиальное значение для последующей истории биоценозов Земли. Первая из них – появление в Северной Евразии семейства полевковых, представители которого освоили в мелком размерном классе питание зеленой массы растений. Это событие связано с формированием принципиально нового зонального типа сообществ – луговых степей, однако и сами полевки играли и играют значительную роль в формировании почвы и растительных ассоциаций степной зоны Северного полушария. Другое, еще более важное и, возможно, связанное с первым событием – появление человека. Для сообществ, растений и животных Земли увеличение численности и популяционного разнообразия рода хома по своим последствиям имели катастрофический характер. Южную и Северную Америку в эпоху плеоцена облюбовали глиптодонты – гигантские ископаемые броненосцы, высотой около 3 метров и весом более 2 тонн. Внешним видом глиптодонт менее всего напоминал млекопитающее животное. Огромный куполообразный панцирь делал глиптодонта похожим на сухопутную черепаху. Глиптодонт относился к травоядным животным. Об этом свидетельствует отсутствие у животного клыков и резцов. Главной защитой от хищников у броненосца был покрытый твердыми костными пластинами хвост с булавой на конце. Размахивая таким оружием, глиптодонт отбивался от врагов, которых в животном мире плеоцена существовало немало. В плеоцене трава по-прежнему служила неистекаемым источником корма для травоядных животных. Многие животные, питавшиеся листьями, вымерли, и на их место пришли более высокоорганизованные жвачные. В Европе и Азии бескрайние травянистые равнины давали приют огромному количеству буйволов, оленей, газелей и ранних разновидностей антилоп. Прерии Северной Америки населяли громадные стада оленей, верблюдов, мастодонтов и виллорогов. Были здесь и жирафы с короткой шеей, павшиеся среди необъятных стад прочих травоядных. Как и прочие жвачные животные, жирафы питались травой. Постепенно шеи у жирафов удлинились, и эти животные стали добывать себе пищу с верхушек деревьев. В плеоцене появились и первые гиппопотамы. Возможно, они произошли от неких свинообразных предков. Исследователям удалось выяснить, что в те древние времена на территории Земли обитало несколько видов этих представителей фауны. До сегодняшнего дня удалось дожить только двум видам бегемотов. И оба вида живут в Африке. Предполагается, что изначально гиппопотамы были лесными животными. Однако резкое уменьшение количества деревьев заставило этих животных покинуть облюбованные места и поселиться вблизи водных источников. Хищники небольших и средних размеров жили стаями и охотились по несколько особей, создавая загоны и засады. Подобная охотничья стратегия широко распространена и в наши дни. Например, африканские дикие собаки охотятся маленькими стаями, обычно не больше 7-8 животных. Жертву намечают заранее, до начала погони. Как правило, это еще не окрепший детеныш из пасущегося стада или слабое, болезненное на вид животное. Сама стратегия очень проста. Жертву отделяют от стада, а затем неустанно преследуют, пока оно не выбьется из сил. Когда бедное животное замедляет бег, стая окружает добычу и валит на землю. Причем отдельные члены стаи хватают жертву за разные части тела. За нос, хвост и брюхо. По размерам добыча может быть разной. Однако маленькая стая африканских диких собак способна прикончить зебру, по весу в 10 раз превосходящую любого из ее членов. В позднем Меоцене и раннем Плеоцене Южная Америка все еще была заповедником для некоторых видов необычных беззубых млекопитающих, так называемых неполнозубых. В их число входили броненосцы, древесные ленивцы и муравьеды. Были среди них и крупные травоядные, например, таксодон. Своими короткими конечностями и широкими трехпалыми ступнями это животное напоминало носорога. Однако расположение его носа, глаз и ушей наводит на мысль, что оно проводило большую часть жизни в воде, подобно бегемоту. Самым знаменитым плотоядным животным Плеоцена считается саблезубый тигр – смелодон, обитавший в северном полушарии. Отличительной особенностью этого представителя рода кошачьих были огромные клыки, торчавшие из его верхней челюсти. Заостренные клыки длиной около 18 сантиметров служили для смелодона оружием. Догнав свою жертву, смелодон вонзал клыки в брюхо или горло жертвы, а затем также этими клыками разделывал добычу на куски. Своими размерами смелодон напоминал современного льва или амурского тигра. При этом он мог весить от 160 до 400 килограмм. Всего ученым удалось насчитать пять видов смелодонов, однако ни один из них до нашего времени не дожил. Пять миллионов лет назад на территории современной Эфиопии существовал ордипитек кадаба. Этот вид был промежуточным звеном между человекообразными обезьянами и человеком. Строение костей ордипитека указывает на вертикальное положение тела при ходьбе. Животное уже пыталось ходить на задних лапах. Пять миллионов лет назад появились ананкусы, ныне вымершие хоботные животные. Рост далеких предков слонов достигал трех с половиной метров. Череп был короткий, высокий и узкий. Длина верхних бивней была до трех метров. Нижних бивней у взрослых ананкусов не было. Стего тетра белодоны. Эти животные достигали 4 метра в высоту и 12 тонн веса. Эти звери с трудным названием прожили недолго и в течение короткого периода вымерли полностью. Махайроды. Эти хищники имели относительно короткие клыки, массу до 220 килограмм и охотились на мастодонтов. Морская корова Куэста имела длину до 9 метров, а вес до 10 тонн. Животная плеоцена имела копыта на концах коротких конечностей. Зубов у коровы не было, пища пережевывалась во рту двумя пластинами. Корова двигалась по дну, переставляя передние ноги или пользовалась плавником. Обитал этот зверь на мелководьях. Предположительно, оно было стадным животным. Ближе к концу плеоцена между Северной и Южной Америкой образовался узкий перешеек, восстановивший связь между животным миром этих двух материков. Сразу же возникло двустороннее движение по перешейку и началось грандиозное переселение млекопитающих. Нуралагус, родственник зайца, был размером с собаку и мог достигать веса в 23 килограмма. Обитал древний зверек на острове Майорка и при отсутствии хищников стал очень большим, упитанным и малоподвижным. Из грызунов были рогатые гоферы. Жили гоферы в норах. Но вот неясно, зачем использовались рога. Или для брачных демонстраций, или для защиты от хищников. Цервальцессы. Имели длину тела до 3 метров, вес до 700 килограмм, рога шириной до 2 метров. Тюлени и гадрокиры имели длину до 2,5 метров и питались ракообразными и моллюсками. Птицы-драморнисы имели рост до 3 метров и вес до 500 килограмм. Драморнисы были травоядными и летать не умели. 5,5 миллионов лет назад появился крокодил Торбьярнарсера. Это был самый крупный вид крокодилов, длиной до 7,5 метров. От других видов крокодилов этот хищник отличался широкой мордой. Предположительно, крокодил питался предками человека. Следов зубов этого животного на костях обезьяна людей нет. Но, возможно, этот крокодил просто глотал их целиком. Гадюка Лаофис могла достигать в длину 3 или 4 метров и весит до 26 килограмм, что делало эту змею крупнейшей и самой ядовитой в истории гадюкой. Гигантский питон из Блавдаунс мог иметь длину до 10 метров и охотился на млекопитающих, птиц и других рептилий. В плеоценовое время существовало большое количество антилоп. Многие из них по сложению были похожи на быков. В конце эпохи плеоцена жили лептобосы, очень близкие по своему строению к настоящим быкам. В плеоцене у предков верблюдов и лам вместо копыт на ногах образовались эластические подушки – мозоли. В эту пору верблюды перешли из Северной Америки в Евразию, а ламы – в Южную Америку. Свиньи в миоплеоценовое время были многочисленны. Характерной чертой позднего плеоцена было появление некоторых хорошо известных представителей мегафауны. В Евразии и Северной Америке распространяются шерстистый носорог и мамонт. Эти крупные животные сохранились до эпохи плеистоцена, когда они вымерли из-за изменения климата и столкновения с современными людьми. В начале эпохи плеоцена появились первые гиппопотамы, но антрокотерии и гигантские свиньи на Земле больше не существовали. Титанис. Эта доисторическая птица, безусловно, могла впечатлить. Взрослые особи достигали высоты в 2,5 метра и весили около 140 килограмм. Титанис Валерий раннего плеистоцена очень напоминал своих предков, динозавров-тероподов, вымерших за 60 миллионов лет до появления этой птицы. У гигантских хищных птиц и тероподов довольно схожее строение, передвижение на двух ногах, маленькие передние конечности и массивная голова. Австралия была изолирована от других материков. Следовательно, значительных изменений в фауне там не произошло. Спасибо, что посмотрели наш выпуск до конца. Ставьте палец вверх и оставляйте комментарии. Не забудьте подписаться, если не подписаны. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые и интересные видео от канала Реальное Нереальное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова